МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единственный в Украине международный фотофестиваль проводится в четвертый раз. Итак, в Одессе 25 по 29 апреля состоится один из моих любимых фестивалей Одесса Фото Дейс 2018. И я, Саша Курин, сегодня познакомлю вас с медиа-координатором фестиваля Валерией Шевченко. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. И я так понимаю, у вас очень важная миссия. Сообщите о том, что осталось всего два дня до каких-то важных событий. Так, перечислите, пожалуйста. Да, у нас осталось два дня до дедлайна по подаче на два конкурса. В этом году у нас их два. Первый — это международный опен-кол для фотографов со всего мира для участия в главной экспозиции фестиваля. Тема этого года «Вход запрещен» — «off limits» на английском. Это тема очень широкая, которая подразумевает различные скрытые истории, темы со всего мира, о которых общество предпочитает молчать, о которых неудобно каким-то причинам говорить. И вот мы хотим их увидеть и показать на нашей главной экспозиции. До первого марта включительно можно присылать свои работы. Второй конкурс очень важный. Мы также проводим его впервые. Это фотоконкурс для подростков. Называется «Future Days». Тема свободная, то есть мы не ограничиваем участников. Очень ждем. Уже получили достаточно много заявок. Ребят от 13 до 16 лет. Мы хотим увидеть молодые голоса. Мы хотим узнать, что интересует молодежь, чем она живет, как она видит этот мир. Поэтому также ждем. Это могут отослать сами ребята или родители, если вдруг какие-то сложности. Главное — согласие автора. Очень ждем. Сколько нужно работ? Предоставите. В каком качестве они должны быть? Должен быть один PDF-файл. Это фотосерия. Серия работ от 2 до 10 фотографий на любую тему. То есть желательно, конечно, чтобы они были объединены темой или, может быть, каким-то техническим решением. То есть чтобы чувствовалось, что это серия, что это не разрозненные фотографии, а некие комплексные высказывания. В прошлом году было 3 экспозиции. В этом году вы можете похвастаться сколькими? Или будет какая-то главная экспозиция? Ну и вот дополнительная. Правильно я поняла? Да. Каждый год у нас так происходит. У нас есть главная экспозиция, вот, собственно, на которую идет Open Call, в хит за Бронена. Также у нас будут еще 2 выставки. Одну мы буквально на днях оглашаем. Это будет выставка шведского фотографа Андерса Петерсона. Его серия фотографий из кафе «Лемиц». Это, ну, я не преувеличиваю, если скажу, что это легендарная серия, которая издана книгами, которая объездила весь мир. Это серия его фотографий, которую он снял в 60-70-х годах в припортовом кафе в Стокгольме, где собирались представители так называемого социального дна, проститутки, какие-то разнорабочие, пьяницы. В общем, очень-очень разный и такой фактурный люд. Вот он снимал там, если я не ошибаюсь, несколько лет. И мы покажем это, если я не ошибаюсь, это будет впервые в Украине. И несколько работ будут экспонироваться впервые, в принципе, в мире. Я напомню нашим зрителям, что это действительно выставка международного масштаба. И вот за три года, которые, да, уже были напорододние, были участники из самых разных стран – Сингапура, США, Турции, Финляндии, Чехии. Какие экзотические страны в этом году будут принимать участие? В этом году мы продолжаем поддерживать уровень международного фестиваля в самом широком смысле. У нас уже более сотни заявок со всего мира на Open Call мы получили и продолжаем получать. И география действительно поражает. Это и Северная Америка, и Южная, и Азия. У нас заявки из Китая, из Малайзии, у нас из Аргентины. Европа представлена очень широко. Италия. Это то, что я только видела. Успела глянуть на страны. То есть также у нас будут гости, которые будут читать лекции. У нас будет лектор из Еревана, Тигран Амирян будет читать лекцию. Также будет куратор из Австрии участвовать в портфолио-ревью. Будет также лектор из Греции присутствовать. Будут вечерние фотопоказы, на которых будут представлены фотографии из Малайзии, из Бразилии, из Финляндии. То есть из очень-очень разных стран. Да, и вот интересно, если участники из Аргентины или из Испании, Италии, как они вписываются в эту тему? В принципе же тема всех фотографий – это та, из-за которой общество предпочитает молчать. Это о тех людях, которых мы забыли, или о тех городах, которые забыты. То есть это история, о которой запрещено говорить в обществе по тем или иным причинам – по политическим, историческим. Авторы зарубежные, они точно так же вписываются в эту достаточно непростую тематику? Да, я не видела всех заявок, поэтому я не могу говорить о конкретных темах, которые присылают. Но сама тема актуальна в любой стране, потому что в любой стране есть какие-то болезненные или сложные для этого общества вопросы, которые не проговариваются в должной мере. Соответственно, в любой стране есть художники, будь то фотографы или современные художники любого другого толка. У них есть темы, на которые нужно и важно говорить, которые нуждаются в том, чтобы быть озвученными. Ну вот сам фестиваль возник как рефлексии на войну на востоке Украины. И мне интересно, вот сейчас он точно так же заявлен или все-таки это трансформировалось уже во что-то иное? Знаете, ну иногда мы что-то делаем, стартуя с какой-то другой идеей исходной, ну а потом все это перетекает плавно уже в нечто иное. Или все-таки вы придерживаетесь этого формата, не отворачиваются от тех событий, которые происходят в нашей стране? Безусловно, мы не игнорируем ситуацию, которая есть в нашей стране. Ну это не совсем наша позиция говорить, что мы тут про искусство, мы про какие-то другие вещи. Ну мы знаем, видим и хотим говорить обо всех проблемных моментах. Но за три года, вот это уже четвертый год будет, фестиваль превратился уже в такую профессиональную площадку для фотосообщества, причем что радует не только украинского, но и мирового. В прошлом году куратором главной экспозиции был Кевин Ли из Сингапура. Да, у меня был вопрос по поводу, кто куратор в этом году еще, это потом вот. Вот, то есть это уже превратилось в такую действительно профессиональную площадку для обмена опытом, для обмена идеями. Это образовательная площадка, мы уделяем много внимания образовательным событиям, лекциям, мастер-классам, портфолио-ревью. Это то, что можно потом обсудить с коллегами, то, что вызывает дискуссии. У нас будет и дискуссия про фоторинок в этом году в партнерстве с Киевской ярмаркой, фото Киев. То есть сейчас, наверное, это вот такая масштабная платформа для фотографического сообщества, для разных идей. Да, еще важно отметить, что платформа это бесплатно, и почти все или большинство событий, да, они могут, вы можете посещать эти события на безвозмездной основе. Да, это очень важно, это для нас принципиальный момент, нам очень тяжело это реализовывать каждый год. Фестиваль находится на грани закрытия из-за недостатка финансирования, очень тяжело искать средства, потому что, естественно, для того, чтобы приехали гости, они должны на чем-то приехать, за что-то, где-то жить. Все это моменты, которые требуют денег, но мы очень стараемся и придерживаемся той позиции, чтобы все события были открыты, чтобы люди приходили и могли бесплатно услышать и увидеть важные истории со всего мира. А будут ли в этом году какие-то платные все-таки мероприятия? Потому что, ну, видите, мы же понимаем, что вы должны как-то действительно отрабатывать свои обязательства перед теми же гостями. У нас пока что из того, что я знаю, платных событий не планируется. Все события со свободным входом. У нас есть некий небольшой взнос организационный для участников, то есть для участников международного опенкола. Для граждан Украины это 300 гривен и 15 евро для участников из других стран. Это для того, чтобы покрыть просто организационные расходы на обработку заявок. Их поступает действительно очень много, и это работа. Кто является куратором в этом году? В этом году, как и все предыдущие годы, куратором фестиваля является его создательница Катерина Радченко, фотограф, независимый куратор. Собственно, на сердце и душа этого фестиваля она составляет программу, темы и приглашает гостей. И она же будет отбирать лучшие серии конкурса Future Days. И жюри во главе с Катериной будет отбирать фотографии на главную выставку. А, кстати, а назовите сейчас те адреса или тот сайт, на который можно зайти и как раз отправить свою работу в рамках конкурса и Future Days, ну и в основной конкурс попасть. Да, вся информация есть на нашем официальном сайте thephotodays.org. Там есть информация про опенколы, про конкурсы и детальные условия. Для того, чтобы податься, нужно прислать нам на почту thephotodays.gmail.com заявку, где указать в теме свою фамилию, страну, имя и PDF-файл приложить. Главное, чтобы это был один PDF-файл, не больше 15 мегабайт, потому что объемы почты ограничены. И для подростков, в принципе, условия те же самые. Единственное, что для подростков подача бесплатная. Ну, либо же можно найти вас и в Facebook, как Одесса Фото Дэйс. Правильно, как страничка, и написать там в сообщениях точно так же. Ну, податься нужно все равно через почту и заполнить анкету. Конечно, и в интернете там можно найти контакты. И так осталось два дня. Если вы хотите поучаствовать в международном фотофестивале, то спешите отправить свои работы. Валерия, скажите, а вы сами немного фотографируете? Да, изредка я фотографирую и даже думала поддаваться в этом году на конкурс на OpenCall. Но с организаторскими делами не хватает времени подготовить свою серию. Скажите, а как больше вы предпочитаете фотографировать на смартфон или на профессиональной аппаратуре? Ну, мне кажется, что смартфон или профессиональная аппаратура — это лишь инструмент, который, конечно, может дать какие-то дополнительные опции. Но в целом самое главное — это ваша мысль, ваша рефлексия, то, что вы хотите сказать этой фотографии или что вы хотите запечатлеть для себя на память. Это тоже вид фотографии абсолютно нормальный. Поэтому здесь, наверное, не такая большая разница на что, главное — что именно. Я веду просто к тому, что в эпоху соцсетей фотографии живется очень легко. Каждый второй у нас сейчас фотограф, потому что все фотографируют, в том числе и на смартфоны. Кто вообще сейчас считается фотографом? И что делает фотографа фотографом? Сложный вопрос. Наверное, он волнует все сферы, которые сейчас затронуты новыми технологиями. Но если говорить про фотографию, все-таки, наверное, фотограф — это человек с определенным видением и с определенным умением рассказать историю. Потому что фотография — это все равно история. И вот сейчас на Берлинском кинофестивале был показан фильм Содерберга, который он снял на мобильный телефон. Ну и это не делает его меньшим режиссером от этого. И у нас на нашем конкурсе мы не ставим никаких рамок, что фотографии должны быть сняты на какую-то определенную аппаратуру. Нет, пусть это абсолютно не важно. Важна та мысль, которую вы высказываете, которую вы хотите проговорить, та тема, которая важна для вас. Вы могли бы дать совет начинающим фотографам? Ну, наверное, главный совет — это не бояться. Не бояться, что у меня там только телефон, или у меня не та аппаратура, или все большие, а я маленький. У всех есть интересные истории, которые будут интересны миру. У всех есть какой-то свой неповторимый взгляд. Не бояться его высказывать, наверное, не бояться участвовать в конкурсах. Это очень хорошая возможность, на самом деле, для того, чтобы просто потом приехать на фестиваль, пообщаться с коллегами, увидеть, как другие что-то делают. Это очень крутая форма для того, чтобы развиваться, учиться, учиться всегда. Да. Гласно. Скажите, в прошлом году в этом фестивале участвовало 14 фотографов из Украины. В этом году это количество увеличилось или уменьшилось? 14 фотографов — это куратор Кевин Ли отобрал из более 100 заявок, точную цифру сейчас не помню. Он отобрал 14, которые участвовали в непосредственно главной выставке. Всего в фестивале участвуют гораздо больше. Этот счет идет, наверное, на сотни фотографов со всего мира, которые либо приезжают гостями, либо так или иначе участвуют в каких-то других активностях фестиваля. Возможно, это сложный вопрос, хотя, возможно, вы разбираетесь в этом. Все-таки какое влияние оказало на фотографию переход с пленочной на уже дигитальный, вот в дигитальный формат? Нет. Это вопрос, на который нет однозначного ответа. И все профессионалы об этом, их можно разделить, наверное, на два лагеря. Тех, кто как-то дорожит пленкой и ее качеством, безусловно, у нее есть свои плюсы. Это и определенная цветопередача, и определенный сам механизм. Потому что когда у тебя пленка, ты задумываешься над каждым кадром. Ты его тщательнее выстраиваешь, ты больше думаешь перед тем, как нажать на кнопку. Со смартфоном гораздо проще это все дается, и гораздо меньше думаешь. Но снова-таки есть такая прекрасная американская фотографиня Джилл Фридман. Она Classic Street фотография американская, и она говорит, ребята, это все ерунда. Какая разница, на что вы фотографируете? Главное, что вы показываете, чью историю вы рассказываете, как вы это делаете? Тем не менее, я думаю, что школа также важна. Но невозможно, не зная каких-то элементарных понятий о том, как должен падать свет, сделать шедевральную фотографию. Все-таки для того, чтобы создать действительно шедевр, знания нужны. Естественно, безусловно, я не отрицаю необходимость знаний, и знания композиции, и света, и других правил классической фотографии, скажем так, они абсолютно не исключаются. Просто их же можно применять, какая разница на смартфоне. Вы тоже можете поставить человека возле окна, чтобы на него красиво падал свет. Да, это, кстати, уловку даже я знаю. Когда-то, открыв книгу о фотографии, прочитала, что если у вас минимум осветительных приборов, то вы можете поставить себя или вашу модель просто возле окна, и уже будет хороший свет на фотографии. Если говорить об образовательных мероприятиях фестиваля, то хотелось бы подробнее остановиться, допустим, на лекции Тиграна Амириана. Что это такое автофикция между фотографией и текстом, о чем будет рассказывать независимый куратор и исследователь современной культуры? Да, Тигран Амирян будет рассказывать об автофикции. Это очень интересный, непростой термин, но интересный. Он родился во Франции в 70-х годах, и это, если я так буду сейчас очень просто говорить, может быть, не совсем теоретически верно, это соединение вымысла и автобиографии, то есть каких-то реальных фактов. В 70-х годах писатели, это началось в литературной среде, начали с этим экспериментировать и добавлять в свои автобиографии элементы вымысла и создавать такое вот полотно, где невозможно отличить реальность от вымысла. И в то же время они начали экспериментировать с изображением. Один из... и как раз Тигран Амирян будет рассказывать на примерах о том, как это было, почему, какую роль играла фотография в этом процессе, как документальная фотография и документирование своей жизни вплеталось вот в это понятие автофикции, как оно там использовалось, и как это повлияло на фотографию в целом, на ее предназначение, если можно так сказать, и ее цель. Еще одна интересная беседа ждет также профессионалов и непрофессионалов. Вот у вас будет дискуссия о фоторынок в Украине, хроническое отсутствие или вялый процесс. Это действительно, вот, ну, достаточно так удручающе звучит. У нас действительно нет фоторынка? Ну, вот, будем как раз обсуждать это на дискуссии. Мы делаем эту дискуссию в партнерстве с ярмаркой «Фото Киев». Будут представители ярмарки, будут представители галереи, фотографы. Мы огласим в марте уже точный список гостей. И как раз вот это будет интересный разговор о том, а есть ли фоторынка. Ну, если такая тема заявлена, значит, действительно, он у нас вялый. Проблематика, естественно, есть. Тема выбрана не просто так, потому что украинские фотографы достаточно, ну, хорошо представлены на мировом рынке. То есть люди ездят, люди видят, как это работает в других странах. И на контрасте очень хорошо видно, как это не работает у нас. То есть даже если посмотреть на количество выставочных экспозиционных пространств, где можно показать фото-выставку, фотографии. С хорошим освещением, с достаточной площадью. Ну, это катастрофически мало, если брать в целом по стране и даже в городах-миллионниках. Что уже говорить о том, как рынок — это деньги. То есть как фотографам на рынке быть украинским, как им зарабатывать свои фотографии. Документальная фотография — это очень важно, это нужно. Ну, как это все монетизировать, если можно это говорить в контексте документальной фотографии. Ну, вот эти и другие вопросы. Есть ли участники вашего фестиваля из Украины, которые стали известны благодаря ему уже на международной арене? Ну, безусловно, на фестивале происходит очень серьезный обмен знакомствами, полезными контактами. Так как у нас кураторы приезжают из других стран, то, конечно, это все знакомства, которые не испаряются в воздух. И действительно есть примеры того, что у людей все складывается. Ну, конечно, у нас и участвовали, например, Сергей Мельниченко. Он был, если не ошибаюсь, в 2015 году участником фестиваля Одесса Фотодейс. И осенью 2017 года он выиграл конкурс Лейка. Это очень престижный фотографический конкурс со своей серией фотографий из китайского ночного клуба. Да, и получил денежный приз и признание, собственно, на мировой арене. То есть в прошлом году у нас участвовал в главной экспозиции фотограф Саша Маслов. Но он, конечно, не начал с нашего фестиваля. Он уже был на тот момент и есть признанный фотограф. Он работает для Нью-Йорк Таймс и других изданий. То есть на фестивале есть фотографы разного уровня. А вот теперь о самом таком сокровенном, о призах и о тех номинациях, которые существуют в этом конкурсе. Есть ли они? Ну, как таковых прям призов у нас нет. Конкурс, это называется Open Call. То есть это отбор фотографов, участников для участия в главной экспозиции. Это уже и есть главный приз. Да, то есть ваш главный приз будет в том, что вы будете участником, вы будете висеть в галерее на главной выставке международного фотофестиваля. Ваши работы увидят много людей. И среди этих людей будут не только любители фотографий, просто зрители. Это будут кураторы из Европы и из других стран мира. То есть это возможность показать свои работы международному фотосообществу. И мне кажется, это достойный приз. И также подросткам, которые будут участвовать в конкурсе Future Days, лучшие серии будут показаны на вечерних фотопоказах. То есть снова-таки все сообщество, которое будет присутствовать, сможет увидеть работы молодых ребят. А на каких площадках, кстати, будет базироваться фотофестиваль? Вы уже знаете или это еще неизвестно? Я имею в виду, в каких местах будут проводиться вот те же вечерние показы? Как обычно, это будет несколько площадок по городу, потому что событий много. Сейчас мы как раз в процессе их поиска и утверждения. Это такой боль нашего фестиваля найти площадку. Поэтому мы очень ищем партнеров, локаций, которые готовы принять наши события. Фестиваль проводится уже в четвертый раз. И если вот сделать флешбек назад, вернуться в прошлое и вспомнить, с чего начиналось, вы можете засвидетельствовать то, что вы прогрессируете, или что наоборот есть некий регресс? Нет, абсолютно точно есть прогресс, потому что я же говорю, нам не хватает уже места, куда наши события размещать. То есть снова-таки у нас впервые мы сделали международный фотоконкурс. Это очень важный шаг, потому что до этого все три года у нас была главная выставка украинской фотографии. И это было важно, и это было нужно, и мы хотели проговорить это. Но объявлять международный опенкол, на который подаются, и они подаются, я же говорю, более сотни заявок со всего мира, ну, мне кажется, это признак прогресса. Сто процентов. Но я обожаю своим гостям задавать вопрос и о факапах, то есть тех неудачах, которые случались. Вот были ли они, сейчас даже я вижу, что популярны стали лекции на эту тему, когда бизнесмены или успешные люди делятся какими-то своими, ну, вот, провалами или ошибками, ну, потому что мы именно на них и учимся больше всего. Были ли у вас какие-то истории такие, может быть, курьезные, если не хочется вдаваться в какие-то неприятные подробности? Ну, дело в том, что я в команде фестиваля только с этого года, поэтому внутреннюю кухню, скажем так, я только познаю, и факапов, к сожалению или к счастью, не знаю. Но я могу у вас уверить, что они наверняка были, потому что фестиваль четыре года живет силами энтузиастов, то есть это команда, которая делает это безвозмездно, просто на энтузиазме, и, ну, как вы понимаете, там, я думаю, хватало разных историй. Я думаю, что у вас очень сильный лидер, потому что энтузиазм вырабатывать сложно, да, без какого-то действительно очень сильного такого руководителя, который зажигает собственные энергии, если нет какого-то другого материального, материальной мотивации. Ну, безусловно, личность Катерины Радченко это все на себе тянет, но я тут хочу сказать, что все члены команды, они все горят этим, они, ну, это люди, которые действительно искренне переживают и болеют за это дело, которым не все равно, поэтому, ну, поэтому, наверное, этот энтузиазм и держится, и, ну, и это, на самом деле, очень круто и радует, что это какое-то всеобщее дело. Будет ли что-то новое в этом году? А новое у нас много нового, снова-таки это международный open call, впервые, впервые фотоконкурс для подростков, это, я считаю, очень важно дать возможность молодым ребятам рассказать свои истории, ну, это тоже такое новшество важное. Ну, в принципе, по другим активностям у нас осталась очень сильная образовательная программа, это всегда было, все четыре года у нас проходили лекции, мастер-классы, портфолио-ревью, презентации фотокниг, то есть мы удерживаем позиции по программе. Ну что ж, что еще важно упомянуть, прежде чем нам придется с вами расстаться? Ну, я думаю, важно упомянуть, что фестиваль будет проходить с 25 по 29 апреля, еще раз напомнить, мы ждем заявок до 1 марта включительно. Всего осталось два дня, нужно это помнить. Вот, очень ждем на два open call, присылайте свои работы. Также важно уточнить, что у нас будет очень много международных гостей, мы очень ждем одесситов. Мы... Что, одесситов нет? Нет, ну есть, конечно, у меня, просто отдельно их хочу еще пригласить, их в команде одесситы, фестиваль родился в Одессе, тут для одесситов никак. Ну, кстати, даже просматривая видео, которое вот сегодня показывали и в окошке, ну, почти всех я знаю, это действительно, ну вот, люди нашего круга. Да, конечно, то есть и в команде очень много одесситов, я к тому, чтобы приходили люди, у нас открытые выставки, открытые лекции, приходите, смотрите, слушайте. Мы будем рады волонтерам, то есть все, кто захотят нам помочь своими знаниями, умениями или временем просто элементарно там на монтаже выставки, мы всем будем очень рады. Конечно же, мы будем рады заявкам из Одессы на конкурс и ждем одесситов на фестивале Одесса Photo Days. А что бы вы ответили тем ленивым людям, которые говорят, а зачем мне ходить на выставку, если я фотографии могу посмотреть в интернете? Ну, конечно же, на выставке помимо самих фотографий есть общение. И это, ну, вы можете, у нас часто приезжают авторы, то есть вы можете, если вам какая-то серия впечатлила или как-то каким-то образом задела или даже возмутила, вы можете поговорить напрямую с автором, спросить у него, почему и как он, что он сделал. Также очень важно то, что на выставке все-таки очень важна форма, потому что в интернете это, условно говоря, плоская картинка. У нас были экспонаты на выставках и с коллажированием связаны, и с какими-то, в общем, очень интересная сама форма. У нас была очень интересная серия работ в рамках под стеклом фотографии мирного Киева, а рамка пробита как со следом от пули. То есть, ну, это все то, что нужно смотреть вживую, то, что цепляет за живое, когда ты рядом. Спасибо, Валерия. Валерия Шевченко, медиакоординатор фестиваля Одесса Фото Дэй, сегодня была в гостях на Думской ТВ. Я напомню, что с 25 по 29 апреля в Одессе состоится международный фестиваль, который проводится уже в четвертый раз. Рекомендую вам побывать, конечно же, на этом фестивале. Ну, и мои коллеги Алла Есина ознакомят вас с новостями, ну, а Елена Еремеева и Александр Новицкий подхватят эстафету прямого эфира. С вами была Саша Корень. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова